Дефолт для путинской России это не просто вопрос выплаты денег, выполнение обязательств. Это дело имиджа для кремлевского диктатора. Путину важно, чтобы даже само понятие дефолт не ассоциировалось с его величественным правлением. В его понимании дефолт это что-то из прошлого, как минимум с лихих 90-х. Как такое можно допустить? Поэтому Путин со всех сил пытался избежать дефолта. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Экономически для них дефолт сейчас особой роли не играет. Все последствия дефолта в российской экономике есть и так. Касательно политического или эмоционального состояния Путина, мне сложно сказать. Действительно, наверное, для него это важный момент. И, может быть, именно это и заставило американцев выбрать вариант, когда Россия окажется в дефолте, а не продолжит платить и деньги из России выводить таким образом западным кредиторам. Я не знаю. Тут сложно сказать, что в голове у Путина, насколько это важно для его эго. Вопреки попыткам избежать дефолт, он наступил. Впервые с 1918 года. Спустя 100 лет кремлевский режим снова изолировал себя от всего мира. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период в выплате 100 миллионов долларов процентов по евробондам. Широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы и сделали ее активы токсичными для большинства инвесторов. В долгосрочной перспективе возможно это будет иметь влияние на российскую экономику. В контексте того, что на определенном этапе Россия после Путина будет уже возвращаться к нормальности и вот этот переход к нормальности будет осложнен. Это будет влиять на кредитные рейтинги России, на оценку поддержеспособности России с точки зрения рейтинговых агентств. Потому что у них всегда будет этот шлейф дефолта за ними по крайней мере ближайшие 5-10 лет. Плюс в ближайшие годы, если Россия надеется на какое-то финансирование со стороны китайских банков, то теоретически статус дефолта сейчас, дефолтный рейтинг, если кто-то присвоит им дефолтный рейтинг, это сделает более сложную историю с кредитованием китайскими банками. За период войны против Украины Россия уже несколько раз оказывалась на грани дефолта. Но ей, хотя и с опозданиями, удавалось рассчитаться с кредиторами. Во многом благодаря дырам в западных санкционных решениях. Но 24 мая Минфин США убрал одну из весомых лазеек. Отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах. Без этого разрешения Минфин РФ не может проводить выплату держателям международных облигаций страны, если они были номинированы в долларах. Кремль неоднократно заявлял, что у России нет оснований для дефолта, но он не может отправить деньги держателям облигаций из-за санкций, обвиняя Запад в попытке довести ее до искусственного дефолта. Кремлевские финансисты придумывали разные схемы, чтобы рассчитаться с кредиторами и не допустить дефолта. Предлагали проводить выплаты в рублях аналогично схеме оплаты за российский газ. Путин даже подписал соответствующий указ. Хозяин Кремля был уверен, что западные кредиторы клюнут на его предложение. Кредиторам предложили открыть два счета в российских банках – рублевый и валютный. Затем они смогут получать свои деньги на один счет в рублях, а снимать со второго счета в валюте, при этом по внутрироссийскому курсу. Это уже не первая такая попытка перевести расчеты в деревянные. Предыдущие закончились тем, что платежи в рублях от России не принимали иностранные банки. И в результате Россия все-таки платила долги в долларах, находя их остатки на своих счетах. И на сей раз кредиторы не повелись на замануху Кремля. Россия уже проходила как минимум два дефолта в своей новейшей истории. В 1991 году Москва пыталась отказаться платить по части международных долгов, которые она получила после распада СССР. Парижский клуб кредиторов тогда заставил Россию признать часть долгов Советской империи. В 100 миллиардов долларов. И в 1996 году долг был реструктурирован. Но не прошло и два года, как на фоне падения мировых цен на нефть российские власти не смогли обслуживать уже свой внутренний долг. 17 августа 1998 года Россия остановила платежи по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов и девальвировала рубль. В 1915 году большевики захватили власть, устроили переворот и сказали, что они никому ничего не должны. Это отдельная история. Это полный коллапс всей системы. В 1998 году был экономический кризис, была пирамида внутреннего госдолга. И это привело к тому, что Россия не смогла обслуживать свои обязательства. Прежде всего внутренние, но там по внешнему тоже было. Поэтому дефолт 1998 года как раз до сих пор фантомными болями отдается в российских головах, потому что тот дефолт сосгучен с очень глубоким кризисом. Текущая ситуация говорит о том, что кризисное явление и так уже есть. Все потенциальные последствия дефолта для текущей российской экономики и так уже есть из-за санкций. А сам дефолт возник из-за технической невозможности россиян платить. То есть деньги у них есть, они технически не могут платить. Сегодняшний дефолт для Москвы в значительной степени символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но в любом случае это сильный удар по имиджу России на финансовых рынках. Кроме того, не исключено, что за техническим дефолтом последует кросс-дефолт. Москву попросят отдать всем все и сразу. Если страна попадает в ситуацию технического дефолта, то все держатели ее долгов вне зависимости от даты погашения, это может быть и тридцатый, тридцать пятый год, имеют право одномоментно потребовать выплаты по государственным бумагам. То есть да, сто миллионов это не деньги для Российской Федерации, а вот сто пятьдесят миллиардов долларов это деньги. На сегодняшний момент сумма внешних заимствований Российской Федерации, которая сегодня есть актуальна, это сто пятьдесят миллиардов долларов. Поэтому вот эта сумма, если она будет предъявлена к оплате одномоментно в режиме кросс-дефолта, является критичной для выполнения Российской Федерации ее обязательств. Фактически новым последствием дефолта для экономики РФ будет закрытие доступа к внешним частным заимствованиям. Кредиты подорожают даже от Китая, ведь доверие инвесторов будет потеряно, никто не захочет рисковать в ближайшей перспективе, вкладывая средства и не знать, удастся ли их вернуть. Поэтому, чтобы сказать, насколько существенным будет влияние на российскую экономику, вот того технического дефолта, который сейчас объявлен, нужно, наверное, подождать будет месяц-полтора, и тогда мы посмотрим и поймем, сколько физически предъявлено Российской Федерации и в каком режиме для оплаты. Для населения традиционные ожидания дефолта – это падение зарплат, рост курса доллара, проблемы со снятием денег в банках, уменьшение количества товаров, быстрый рост цен. Одним словом, падение благосостояния граждан. Но для россиян нынешний дефолт мало, что значит. Они и так переживают инфляцию и худший экономический спад за последние годы. У конечного потребителя есть две вещи, которые его могут зацепить. Это длина пустых полок и это физический доход в его кошельке. Все. Это все, что его интересует. Чем пустее полки и чем меньше доходы, тем больше у меня будет протестных настроений. Чтобы получилось и то, и другое, необходимо, чтобы застагнировала экономика в целом, вся экономика. Просто нужно понимать, что Российская Федерация – это страна с очень большими запасами энергетических ресурсов. Это страна достаточно с большим количеством населения. И самое главное – страна с очень низкими доходами населения. По данным Росстата, итоги первого квартала 2022 года неутешительны. За чертой бедности в РФ проживают более 20 миллионов человек. А это 14,3% россиян. Еще в прошлом году этот показатель был на уровне 8,5%. Чтобы хоть как-то заработать на еду, россияне готовы идти на войну в Украину и превращаться в удобрение. Так вот, тех, кто живет в Москве, санкции почувствовали сразу, и они уже давным-давно уехали. Ну, по крайней мере, из тех, которые работали на западных компаниях, которые получали хорошие деньги, у которых хороший английский язык, у которых конвертируемые специальности. За время, с 24 февраля, Россию покинуло 4 миллиона человек. Представьте себе, вот страна на своей территории войны не имеет, а 4 миллиона покинуло. Это покинули тех 4 миллиона человек, которых зацепили санкции уже. Но в России 135 миллионов. И вся остальная масса, она живет очень бедно и плохо. Благо, состояние россиян дальше будет только осложняться. По прогнозам российского Минфина, реальные доходы граждан в 2022 году сократятся почти на 7%. Это хороший подарок Путину, который поручил добиться снижения уровня бедности и повышения доходов россиян уже в текущем году. Спустя буквально 3 месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Да, нам и это многовато. Конечно, 16,7% большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. Более того, в РЭП для недовольных граждан в очередной раз придумали лекарства. ФСБ разработало методички для чиновников, которые учат хвалить Путина, комментировать войну в Украине и объяснять россиянам, почему они плохо живут. Россияне не должны бояться дефолта и международных санкций. Мол, санкции – это новые возможности. А Запад вредит в первую очередь себе. Кремлевская рать говорит своим гражданам. Вы никогда хорошо не жили. И жить не будете. Как хорошо жить, вам лучше не знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова